Уважаемые читатели моих книг и любители небольших роликов, сегодня, как ни странно, у нас будет продолжение предыдущего выпуска «Эволюция сегодня», то есть «Эволюция сегодня-2». Почему? Потому что возникло огромное количество вопросов, что было крайне неожиданно для меня, поскольку многие проблемы, которые я упоминал в предыдущем ролике, я рассматриваю в своих книгах. И, в общем-то, дополнительно ничего говорить бы и не хотелось. Но поскольку интерес все равно возникает, и многие аспекты современной эволюции человечества я в книгах не освещаю, придется ответить на некоторые вопросы. Ну, а наиболее популярный вопрос связан с тем, что многие считают, что существуют какие-то другие системы эволюции человечества, кроме биологической, которая, с моей точки зрения, только и продолжается. Она, собственно говоря, и не останавливалась никогда, принимая разные формы. Многие считают, что есть другие решения. Ну, какие это решения? Решения известны. Это построение религиозного государства, религиозная система. Это так называемый «красный» проект или коммунистический проект. Это сегодня осуществляемый по всей территории всей планеты финансово-либеральный проект. Ну и, собственно говоря, их выдвигают в качестве альтернативы. Или там, как, например, западные либеральные экономисты, то, что называется, постиндустриальное, постцифровое общество, ну и прочее всякое словоблудие, которым пытаются объяснить отсутствие содержания в собственных теориях. Значит, почему это все не работало и работать не будет? То есть, да, действительно, если мы рассмотрим религиозные системы, то возникает вопрос. Если мы рассматриваем с точки зрения церебрального сортинга все проекты, то тогда естественный вопрос. А как у нас происходит отбор тот самый? Как духовность-то возникает? Если без отбора людей, которые к этой духовности способны. Механизм-то какой? Чем вы будете духовность измерять? Количеством поклонов или количеством шишек на лбу, которые набил человек от усердия? Да нет, конечно. Так не годится. Ну, например, подает католическая церковь. Потому что папа римский слился, как вы прекрасно знаете, с международным финансовым олигархатом и, в общем-то, осуществляет его проект в той или иной форме. Не получилась высокая духовность из русской плаворославной церкви. К сожалению, то, что мы даже видим, это зачастую с трудом выдерживает даже восприятие у людей оцерковленных. Тут же ничего не скажешь. С другой стороны, есть исламская концепция, исламская модель. Она в подбору чего? Подбору архаичных конструкций, достаточно агрессивных. Мы это видим во время всех так называемых революций ближневосточных, где отбираются люди отнюдь не по интеллектуальным способностям, а по совсем другим принципам. То есть перспективы, как человечество, религиозная система дать не может. То есть она не может предложить никакого механизма искусственного отбора, а является попыткой реинкарнации архаичной системы, которой больше полутора тысяч лет. Ну и дальше у нас же есть ответвление этой религиозных систем, так называемые научные религиозные концепции. Это и цифровые, и мистические, и молекулярно-биологические. Ну, когда, собственно говоря, очередная выдумка или слабо подтвержденные научные факты приводятся в качестве некой научной парадигмы фундаментальной, которая, мол, где решает все проблемы человечества. Ну, примеров приведу много. Клонирование, липо- и профанация. Стволовые клетки, липо- и профанация. Молекулярно-генетическая датировка истории человечества по митохондриальной ДНК, липо- и профанация. Ну, какая там митохондриальная ДНК, если в одной клетке может находиться десяток геномов митохондриальных, которые различаются больше, чем между разными видами. То есть это все очередные религиозные культы, которые выдаются за научные. Этого тоже большая проблема. Так в чем дело-то? Вопрос в религиозных системах стоит в том, что кого отбирают-то и по какому принципу? Выживших из ума старушек, потерявших свою фертильность, они не дадут никакого прогресса. Церебрального сортинга на них не построишь. Пенсию отнять можно, но не более. То есть, к сожалению, новых свойств-то в рамках этого не возникает. Даже наиболее молодые религии агрессивные приводят к тому, что просто реинкарнируется наиболее архаичная, агрессивная система отбора времен ранних неандертальцев. Ничего хорошего нет. То есть здесь мы не видим никакого церебрального сортинга по человеческим свойствам. Они не нужны в данном случае. Тайна вкладов отношений к прогрессу человечества, особенно интеллектуального, не имеет. Красный проект, он выдохся. И хотя его реинкарнация в Китае и даже у нас, она может привести к отсрочке большого искусственного отбора лет на 15, 20, 30. Но не более того. Это всего лишь инструмент. Он все равно состоится. Просто красный проект – это попытка, скажем так, покраски в красный цвет, то есть социализации. Все старых капиталистических приемов. Почему? Потому что тогда, когда это можно было сделать, системы церебрального сортинга по объективным свойствам мозга не было. А жулики и негодяи, которые пришли в Коммунистическую партию Советского Союза, ее и погубили. Попытки сделать то же самое сейчас тоже не являются никаким новым инструментом искусственного отбора мозга. А значит, для биологии эволюция бесперспективна. То есть опять на более жестком аппарате насилия, как в Северной Корее, это не изменишь. И ничего не построишь. Есть сегодняшний либерально-финансовый проект. О нем я, собственно говоря, говорил. Да экономисты в этом хорошо разбирающиеся, прекрасно все это знают, а вам рассказывают. Вы можете с большим удовольствием насладиться разными выводами интересными на эту тему. Там много чего любопытного, много подробностей. Но самое главное, что было сделано, либерально-финансовый проект, он, собственно говоря, сделал свое дело. Он отработан. И даже Баба-яга, я думаю, одобряет все черной кошечкой. Он отработал свое. То есть искусственный отбор, построенный в рамках этой системы либерально-финансовой, уже привел к результату. Мы его видим на улице. Это неважно, за кого там люди голосуют или за кого скандалят или против чего протестуют. Ничего не получилось. Постройка центрах либеральной пидорасти или всеобщего любви и равенства, братства, оно завершилось. Отобраны люди, которые имеют уже новые мозги. Я об этом говорил. Эти мозги приспособлены к жизни в современных условиях. Каких? Преимущества имеют те, кто владеет так называемыми цифровыми технологиями. Не те, кто пользуется и пытается извлечь из них, как из кошечки, прибыль. А те, кто это умеет делать. Они уже пришли на смену либерально-финансовой олигархе. Ее, конечно, быстро заменят. И вот эта вся свобода пиписок и псевдо-свобода поведения, которая сейчас будет на глазах заканчиваться. Меня спрашивают, а вы можете что-нибудь предсказать? Да, пожалуйста. Вот сейчас, в ближайшее время, побегут наши богатые люди, у которых есть русские паспорта с запада сюда. И западная Европа, в первую очередь. Это будет массовый побег. Потом побегут их дети. Потом побегут богатые трудящиеся люди, которые имеют там очень хорошие зарплаты и держат свои семьи там. Потому что они просто хотят жить. А это как раз и начало того самого церебрального сортинга, который будет происходить очень жестоко. В этом отношении вот эта вот штучка, изобретение французского врача, она, собственно говоря, будет востребована в огромных масштабах. Как это ни печально? Я об этом предупреждал и 3, и 5 лет назад. То есть, иначе говоря, финансовый, либеральный финансовый капитализм привел к тому, что начался абстрактно-цифровой сегодняшний отбор. он будет ничуть не менее жестокий и ничуть не менее гуманный, поскольку он продолжается в биологическом плане. То есть, он биологичен. Современные математики, программисты, владельцы вот этим самым пулом, инструментом, который управляет этим миром, они церемониться не будут. У них биологические законы. Мы продолжаем эволюционировать по биологическим законам. И, естественно, что они в первую очередь делают? Они лишат пищи и всяких других биологических преимуществ тем, кто сейчас лишает этих преимуществ их. Ну, в полном объеме. Поэтому здесь существует большая проблема. И вот эта вот штучка, она не менее эффективна. Даже если она не выглядит так зверски, как гильотина во Франции. Это никакого значения не имеет. Поэтому сейчас и происходит естественный процесс эволюции, который построен на смене конструкции мозга и смене отбора. Потом начнется следующий цикл искусственного отбора мозгов, о котором я как-нибудь впоследствии расскажу. Ну, а пока, уважаемые господа, включайте телевизор или компьютер и наслаждайтесь эволюционными процессами, которые происходят на ваших глазах. Таких резких смен систем искусственного отбора мозга, то есть церебрального сортинга, за историю человечества было немного. И вы сейчас можете полюбоваться над ним из серьезнейших явлений. Быть может, это кому-нибудь чего-нибудь научит, и мы перейдем к тому, что называют церебральный сортинг по принципам разума, иначе говоря, с помощью специальных приборов, которые определяют конструкции мозга. Если нет, то будет дальше биологические процессы с нехорошими промежуточными результатами. Стараюсь и мечтаю, надеюсь о том, что этого на этот раз хотя бы в старых масштабах не произойдет. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok